всем привет итак сегодняшний обзор я попытаюсь слепить не слепляемая об анаболических стероидах в рейде анаболических запрете на торговлю и вообще передвижения сильнодействующих лекарств по значит издалека немножко начну в 80-х годах я занимался спекуляцией фарцовкой фарцовка была круче звучала мы были фарцовщики но для государства мы были спекулянтами и для народа в том числе и это было что-то постыдно это было что-то ужасное многие этого не понимали многие были против значит торговал я всем на свете джинсами с ветерами какими-то гонялись за мной в середине восьмидесятых до конца девяностых по рынкам обхвестники этот был такой отдел по борьбе с хищениями госсобственности это считалось хищение соцсобственности это то что я беру привожу из-за границы я очень рано начал ездить за границу привозил из откуда-нибудь с болгарии из польши с финляндии привозил шматье продавал его концу 90-х годов восьмидесятых годов на меня вот вот такая папка скопилось дел и когда я сбежал по другой причине страны милиции милиции сказали правильно сделал что сбежал его в любом случае посадили причем срок бы дали такой приличный кто за мной бегал за мной бегал один лейтенант а бхс потом он стал начальником рога д одного из отделов милиции сейчас я часто встречаю 20 лет хожу на крытый рынок рядом он хозяин этого крытого рынка а его сын вообще полгорода поскупали всевозможные там торговые точки какие-то там супер гипермаркеты полгорода им принадлежит это вот обхвестники которые бхс не который боролся сейчас он ходит со мной здоровается который за мной ходила отбирал меня эти там джинсы и вот я к чему все это говорю все это было ужасно народ этого не понимал спекуляция это было нехорошо что сейчас происходит ну то что спекуляцию легализовали это нормально на государственном уровне допустим вот эти никогда не задумывались вот эти вот биржи ммвб вот эти вот московская неважно токийская там нью-йоркская чем они занимаются они занимаются спекуляции они ничего не производят никакой пользы от них нет это вот абсолютно купил-продал купил-продал причем и так это как бы дело особо не отношениями просто мне интересно я все время слушаю значит на московской бирже подскажите или вообще там на мировом рынке подскочила цена на нефть в связи с тем что сгорел какой нефтеналивной танкер но сгорел он там на 10 миллионов долларов доллар подскочил нефть подскочила там допустим на три доллара там или на пять долларов это миллиарды долларов это чуть ли не триллионы долларов по всему миру или еще смешнее валютный там биржевой рынок замер в ожидании решения басманного суда о по делу об улюкаеве представляете это бывший министр развития его посадили и вот от того сколько ему дадут лет будет зависеть подскочит там что-нибудь там неважно нефтом или пшеница или упадет это вот знаете как я раньше встану блин перед с утра на рынок идти на сколько бы толкнуть джинсы мне там за 200 или там за 220 или начать 250 потом продать за 220 или вообще если предложат за 190 просто от балды вот от балды сколько дадут улика улюкаеву какая разница сколько ему дадут вот я в общем то к чему это все говорю что у нас происходит сейчас анаболическими стероидами они запрещены и со всех сторон кричат ату государственная дума рассматривает прямо от принимала опять закон какой-то об усилении о применении о продаже распространении не наркоты с наркотой никто не борется представляете я уже говорил неоднократно тонны наркотиков ежедневно страну идут никого это не волнует никто не шевелится народ спивается водка течет рекой пивным каких-то каким-то магнатом там какие-то льготы предоставляют вот сейчас опять какой-то закон они там пивная пролоббировала мафия все это все знают все нормально все в порядке этого знаете тридцать седьмой год вот берут людей хватают сажают обвиняют в шпионаже в пользу японии как он слесаря поймали шпионажу в пользу америки германия и и все и все понимают что это бред как бы ну а ну конечно нет не все я слишком хорошо а тупой биомассе думаю конечно и на комсомольских и на кого на партийных собраниях говорили а я я это или антисемитизм допустим решили жидов прижать и придумали дело врачей стали дал команду и начали евреев щемить ну ладно вовремя он загнулся не успели там людей пересадить а так пол страны сажали 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 все все прекрасно понимали что ни за что не понимали зачем это нужно но сажали вот сейчас то же самое с анаболическими стероидами сейчас у нас борется со спортсменами это у нас стране самое слабое звено вы понимаете просто вот вдумайтесь в саму трактовку запрещено ну я не скажу только в нашей стране еще такие тупые которые у которой помешаны на бабках европой и америка промыли мозги людям все и они борются и дают реальные сроки и сидят реально спортсмены то есть спортсмены не алкаши и наркоманы не не люди которые воруют вагонами или там составами спортсмены просто и хватает и садят на реальные сроки в то же в то же время допустим в молдавии свободно продается анаболические стероиды они изготавливают в аптеках продают до последнее время в таджикистане продавали я уже говорил как таиланде в катаре очень много производителей в египте один из крупнейших сейчас производителей они производят и они даже гордятся своей продукцией и и это же абсолютно нормально продавать анаболические стероиды в аптеках это нормально человек от этого становится здоровее здоровее он здоровится красивее у него есть какая-то мотивация у него он он ну я конечно повторяюсь я все это уже неоднократно говорил но я не понимаю все таки толпу я не понимаю биомассу люди же понимают должен нормальный человек понять что нет вреда от анаболических стероидов это элементарно нет никаких доказательств смерти от анаболических стероидов нет есть от коктейлей там от каких-то от передозировок будут перри переживать можно все что хочешь но почему не запрещают водку почему не запрещают продавать водку пиво и но там же есть реальная статистика реальных смертей от анаболиков и причем это же какое-то повсеместное помешательство я почему про тридцать седьмой год сказал потому что тогда люди такие же идиоты были они выходили на на трибуну и говорили да враги народа 58 статья пересажали на хрен полстраны и а вторая половина аплодировала и говорила сволочи гады подонки всем это знаете ну средневековье это сжигать человека за то что бабу какой-нибудь за то что у нее рыжие волосы вот это то же самое понимаете брать сейчас отравить этих спортсменов но почему этих элементарных вещей но я понимаю что те которые чуть-чуть у которых есть мозги хотя бы две извилины которые сидят в гуздуме они прекрасно все понимают им просто башляют они выполняют чей-то заказ это понятно почему тупая биомасса этого не понимает но элементарно анаболические стероиды приносят только пользу но за два десятилетия людям так промыли мозги что это стало стыдно это стало постыдно величайшие спортсмены уже ушедшие перед смертью там алексеев там я не знаю кто там же ботинский нет мы не использовали причем именно те которые на самом верху который вот есть все таки не знаю тараненко допустим он же тоже на самом верху был спортсмен но он в открытую говорит да ребята да вы идиоты ну как химичились так и мечта все и сейчас продолжают этот столько же а вот и столько это столько нет они выходят они отморачиваются воробьев я с этим с димой головинским в смерть разругался из-за того что он там грудью стал за аркадия воробьева ну как не высмеивать ну как эту ложь не высмеивать это же нереально но нет профессионального спорта без анаболических стероидов и сейчас нет и фотографии и всякие эти мемы и демотиваторы все эти выставляют на бабы эти там сирена сиреновый вильямс или там этот фелбс но все курсят все вопрос чем причем опять же такая тупость я чистый я натурал я на одном креатине я на одном протеи я на одном экзо сцене какая нахер разница экзостенный трибестант и употребляешь который считается натуральным тестостероном или искусственный тестостерон разница в чем просто один обвели так как в этом почему хомячка любят а мышь не любят потому что пиар плохой у мыши конечно повторяюсь конечно все это говорил десятки раз но бесит реально вот людская тупость когда-то пройдет время и у них там чуть поменяется в мозгах и не отменят эту статью за сильнодействующие лекарства за использование сильнодействующих лекарств и будут продавать в аптеках продают же в аптеках египте таиланде пропадут том что люди умирают пачками что ли или перекачиваются они не закачиваются ну вот вот это все очень хотелось опять поговорить на эту тему умудрился совместить даже с репрессиями с этой биржей долго что мне вот это на всю жизнь у меня вот это злость за эту спекуляцию за фарцовку которую меня чуть-чуть не посадили я прям низом ушел а кто-то же сейчас сидит за эту химию сидит ни за что в наше время всем пока это было поляри